Сейчас на улице Грибоедова в обе стороны ездят машины. Три дня назад вся эта дорога была перекрыта для подъезда спецтехники. Единственный след от прошедшего здесь пожара – это неработающий светофор. А с улицы повреждения здания практически не видны. Два дня спустя на Грибоедова в доме 41 по-прежнему кипит жизнь. Вокруг него идет большая уборка. Управляющая компания пиливает деревья для удобного подъезда техники. Работы начались еще в пятницу. Первым делом с асфальта около дома убрали куски стекол, шифера и обгоревшие части крыши. В субботу были проведены работы по очистке канализации. После тушения пожара она была полностью забита. Время электромонтажных работ еще не наступило. В настоящее время лаборатория проводит проверку сопротивления изоляции, но пока проводка вся сырая, приборы показывают короткое замыкание, пока возможности включить электроэнергию нет. В воскресенье начались работы на крыше. Сейчас они идут полным ходом. По словам главного инженера управляющей компании, выполнено уже 50% работ. На крыше рабочие, которые убирают шлак и обгоревшие доски. Также здесь можно заметить и вентиляционный короб. Это деревянная коробка, обитая железом. Во время пожара они все сгорели. Теперь идут работы по их восстановлению. Подрядная организация обещает поставить стропильную систему в течение недели. Администрация города на время ремонта предоставила жителям дома гостиницу, где всех обеспечили номерами и горячим питанием. Однако люди возвращались в свои квартиры уже в пятницу после пожара. По данным управляющей компании, 22 июня было заселено 22 квартиры. Спустя два дня их количество заметно увеличилось. Притом вернулись и жители четвертых этажей. Галина Панькова была в своей квартире во время пожара. Пенсионерка просидела во дворе 4 часа, бессильно наблюдая, как горит крыша прямо над ее квартирой. Женщина вернулась домой вместе с сыном. В помещении тут и там были подтеки от воды. Сейчас семья живет здесь. От предложенной гостиницы они отказались. Сегодня это единственная жилая квартира на этаже. Чуть ниже живет Наталья Захлепина. Во время пожара она не была в доме. Впоследствии ожидали семью по приезду. В квартирах до сих пор нет электричества. Если присмотреться, то можно заметить застоявшуюся в стенах воду. На вопрос, не страшно ли тут жить, Наталья ответила. А чего бояться? Местные жители рассказали, что сейчас представители ЖЭУ составляют акты по повреждениям в каждой квартире. В скором времени должны провести ремонт. Министерство социальной защиты обещало выплатить всем жителям дома по 10 тысяч рублей, независимо от ущерба. Галина Панькова и Наталья Захлепина эти деньги уже получили. В настоящее время люди продолжают жить в квартирах. За всем необходимым они обращаются в палатку дома, где организован круглосуточный штаб. Жителей бесплатно кормят в ближайшей гостинице. У дома круглосуточно дежурят спасатели.